А депозит на сайт я делал с великолепным промокодом SAILES40, который дает 40% к вашему депозиту. Пользуйтесь. Друзья, всем привет, с вами Шестизарьятный Револвер. Сегодня мы продолжаем охотиться за эмкой Ока Гор. В прошлом выпуске... Блядь, я только что продал что-то из этих стенок, да? Я оказался в лохах. И продал FAMAS за 13 тысяч рублей, поэтому наш баланс сегодня 18 тысяч рублей. Хотя делал деп я в размере 10. И сегодня, я надеюсь, мы все-таки сможем выбить эту эмку, чтобы было не так обидно. Ну, либо хотя бы что-то из FAMAS и P250, и уже сохранить это оружие, а не продать. Давайте начинать. Мы на сайте Anubis Collection, без лишних слов, ставим 10 штук и начинаем открывать. Да, в прошлом выпуске, конечно, прям меня это достаточно сильно подбило. Очень я расстроился, что заболтавшись не заметил предмета, а именно FAMAS. Хотя никогда у меня такого не случалось. Всегда я что-то рассказываю, но никогда не было такого, что я не замечал какой-то именно дорогой предмет. А там я просто нажал на кнопку продать, вообще не посмотрев, что нам выпало. И это прям, да, супер, супер обидно. Надеюсь, что сегодня все-таки эмочку мы залутаем с вами. Ну, либо, опять же, хотя бы FAMAS или P250. P250 мне, в общем, нравится как оружие. Я достаточно часто с ним бегаю в последнее время. Как минимум, с авиком можно прикупить. Стоит он всего лишь 300 баксов, да, в самой игре. И кайф имеем. Ну, либо FAMAS. Но FAMAS, не знаю, FAMAS лучше взять, вывезти и, наверное, продать просто тогда за реальные бабки. Потому что с FAMAS в CS GO мне FAMAS, откровенно говоря, нравился. Я его постоянно брал, когда не хватало денег на основное оружие. И постоянно с ним бегал. И было реально по кайфу. Но в CS 2 будто он какой-то прям, ну, полосмассовый, откровенно говоря. Стреляет какими-то непонятно как. Звук у него какой-то дерьмовый. Будто прям, ну, не чувствуется он, в общем. Галиль. Кайф. FAMAS. Дизлайк. Поэтому, да. Поэтому лучше уж, если выбивать что-то из P250 и FAMAS, то лучше P250. Кстати, заметьте, как скачут цены. В прошлом выпуске ценник на P250 был 13300 или 13400. Сейчас он не стоит даже 13. Вот так вот. Рынок постоянно то вверх, то вниз. Но M-ка стоит так же дорого, как и стоило. P90. Блядь, хотел же сохранить. Вот опять же хотел сохранить. Сейчас вчера говорил, что сохраню. Как выпадет. Опять же, блядь, выпадает. Продаю бы инерции. Ну, что же со мной делать? Как только он нам выпадет еще раз, я его обязательно сохраню. Потому что реально крутой P90. Ну, плюс про новую мету я уже рассказывал. Поэтому можете зайти на предыдущий выпуск, который есть на этом же канале. Он ровно перед этим. Если вы вдруг его не видели, то стоит... Ошибку я сейчас уже не совершу. Не совершу. Продаю все. И выпадает опять нам ФАМАС, как и в прошлый раз. Ну, кстати, красивый. Не знаю. Не буду его сразу продавать. На реальный. Лучше оставлю в инвенте. Побегаю с ним. Посмотрю. Вдруг понравится с таким ФАМАСом и стрельба пойдет. Не знаю. Не знаю. Но однозначно лайк уже. Выпуск начинается отлично. Мы его сохраняем и идем дальше. Как минимум, мы уже окупили наш депозит, который был сделан в прошлом выпуске. Опять же, если вы его не смотрели, то посмотрите. А, даже не буду говорить, какой депозит был сделан в прошлом выпуске, чтобы вы точно сошли и посмотрели. Наш баланс сегодня 18 тысяч рублей. Хотя делал деп я в размере 10. Так, ну, теперь получается все. Остался либо по 250, либо М-ка. Опять выпадает ФАМАС. Блин, я даже не знаю, что с ним делать. Давайте его тогда уж я выведу и продам на реальный. Вот и все. Один ФАМАС в коллекцию, один ФАМАС на вывод и на продажу. Кайф, кайф имеем. Если еще один выпадет, то придется еще думать, что с третьим делать. Но я думаю, вряд ли уже будет настолько большая удача. Было бы смешно, если бы он прям сразу же с следующим вращением упал бы. Кайф, кайф, кайф. Но уже гораздо лучше. А то что-то в прошлом видео прям как-то грустновато было. Ну, грустновато было еще потому, что друзья Нави вылетели. С Аэм Сидней. Сокровать не буду. Пиздец, болел. За дядьку Блэйда, который Симпл заменял. Было реально, блядь, интересно и реально круто. Но, к сожалению, к сожалению, первую карту они Фейзам проиграли. Вторую с разгромным счетом взяли на мираже. А на Инферно просто играли как дураки. Совершенно не в свою игру, ничего у них не получалось. И из-за этого грустно. Потому что хотелось, чтобы дядька Блэйд все-таки прошел хотя бы на сцену. Просто на сцену. Хотя бы побывал бы. Похуй то, что вылетели бы, наверное, в первой игре. Но хотя бы просто увидеть, как он радуется. Он такой добрячок. Думаю, за Блэйда тоже лайк можно поставить сразу. Как минимум за упоминание его. Эмочка нам не летит. Конечно, грех жаловаться, потому что и ФАМАС нам выпал целых два. Но, конечно, мы пришли сюда за одной шмоткой. И это не два ФАМАСа. Как логично, да, можно понимать. Но мы пробуем. Шанс еще есть. Еще 7 тысяч на балансе. Конечно, чувство такое, что вряд ли уже Эмка выпадет. Так как выпало и так, опять же, два ФАМАСа. О, вот он. Вот он, вот он, вот он, дружок, которого я точно забираю. Петух. Спешный, скоробей. Красиво выглядящий. Берем, пробуем новую мету. Можете, кстати, написать в комментариях, пробовали вы уже новую мету с петухом. Как вам? Как вам АВП вообще чувствуется в игре? Насколько плохо по сравнению с CSGO? Это все. Пишем в комментариях. Я читаю, соответственно говоря, делаю выводы. Пять петух выпадают. Ну что ж там? Петух, больше тебя не нужно. Все уже. Все. Можно только Эмку. Да, вряд ли. Вряд ли, вряд ли. Я думаю, она уже выпадет нам. Поэтому, ну, так скажу, то, что, в принципе, я, наверное, сделаю еще третью серию по данному кейсу. Депну еще десятку. Может быть, просто продам второй ФАМАС и попробую на него еще разыграться. Потому что, ну, бог любит троицу, давайте все-таки третью серию, я думаю, сделаем. Ну и, в общем, ставьте лайки, пишите комменты, если вы хотите все-таки, чтобы мы с вами попробовали еще раз добить Эмку Ока Гора. Если увижу то, что интересно, то сделаю. Если неинтересно, то пишите неинтересно. Давай что-нибудь другое, соответственно, будем от этого плясать. И, думаю, скоро еще сделаю выпуски по сравнению сайтов. Очень давно ничего не сравнивали. Хотя это, по факту, одно из самых интересных тематик видео, которое вообще есть. Поэтому, да, с чем-нибудь можно будет сравнить. Также можете написать в комментах, с чем можно сравнить MyCosGo, с каким другим сайтом. И если будете писать какой-то сайт, то можете написать, что вы на этом сайте вообще ловили. Или, может быть, ловили ваши друзья. Ну, опять же, по 90. Можно, в принципе, уже всех друзей по 90 обеспечить, если бы я их сохранял. Так, ну что-то ничего нам по итогу не падает. Только сэвит то самое драгоценное, то, что нам нужно, не дает. Всем спасибо за просмотр, друзья. Этот выпуск получился гораздо более веселее, интереснее, так как выбили мы два ФАМАСа. Но третий выпуск за Эмочку все-таки, думаю, будет. Еще раз всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пользуйтесь моим промокодом. Всем пока!